Всем привет! Это Кризалис и я хочу вам рассказать про ужасного маньяка, серийного убийцу, педофила Душегуба, который поселился в головах некоторых криворожан и они начали распространять эту информацию в фейсбуке. Я буквально сразу, как только услышал об этом, счел, что это абсолютный фейк и эта информация не стоит выеденного яйца. Но, тем не менее, моя девушка попросила все-таки узнать, потому что ей страшно и неспокойно живется в кривом уроге, а по типу без маньяков у нас вообще все зарядись. Ну да ладно. Я, в общем, сразу же понял, что каждый день я двигаюсь красным трамваем на работу с работой и я не видел ни одной фотографии и более того, я еще ни одного такого фоторобота не видел. И мне вот интересно, почему он именно таким изображен, а не, например, вот таким или таким или вот таким. Ну, короче, я решил поехать в полицию, в УВД и выяснить, что же там все-таки за маньяк такой, который вот прям серийный маньяк, дикий убийца, насильник, педофил. И знаете, что мне там сказали? Друзья, специально для того, чтобы ответить на вопрос касаемо серийного маньяка, убийцы, насильника, педофила и, в общем, негодяя и мерзавца, я нашел пресс-секретаря полиции Криворожской. И сейчас мы вместе узнаем, есть ли опасность для девчонок, мальчишек гулять вечером и есть ли действительно в кривом уроге серийный маньяк-убийца. Итак, Юля, есть ли в кривом уроге серийный маньяк-убийца? Нет, теперь, если мы не можем говорить о серийном маньяке убийцы, у нас есть факт, который произошел, обнаружение тела девушки 17-летней, которые нашли ее 27 мая. Сейчас работниками полиции восстанавливается, все возможно лица причастны к этому происшеству. А вот та информация, что там кого-то задержали, какой-то фоторобот, ну это все бред? Ну, на настоящее время никому о подозрении в данном преступлении пьяны. Работники полиции работают в данном направлении. Фоторобот составляли? К отделу коммуникации фотороботов не распространял. Понял, спасибо большое. Мама, ама криминал, мама, ама криминал, мама, ама криминал, мама, ама криминал, криминал, криминал. В общем, вот примерно как-то так. На самом деле я понятия не имею, зачем распространять подобного рода информацию. Может, для того, чтобы привлечь внимание к своему аккаунту в фейсбуке, инстаграме или еще какой-то социальной сети. Но, честно, я не нахожу ничего забавного и абсолютно ничего полезного в том, чтобы сеять в массы панику. Особенно в случаях таких вот отвратных ситуаций. Ну, а ваше мнение я бы попросил написать в комментарии. И это... Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока. А все остальное то такое.